Ступень с Парнаса. В республике никак не могут достроить два детских сада. В столице и в Кугесях. Генеральный подрядчик строительной фирмы Парнас уже несколько раз переносил сроки сдачи обоих объектов. Как сегодня продвигаются работы, выяснял премьер-министр правительства Чувашии Иван Маторин. Детсад «Солнышко», так его хотят назвать, расположен в новом микрорайоне, вокруг сплошного стройки, жители которых ждут не дождутся, когда садик наконец достроят. Прошел уже год, а вместо вывески «Добро пожаловать», табличка на воротах по-прежнему запрещает детям вход на строительную площадку. Работы затянулись по ряду причин. Вина и с их стороны есть, и с нашей стороны есть. Недоделка не бывает, но по ходу мы эти, будем говорить, не с цыковкой, вместе решаем. По словам подрядчика, работы осталось совсем немного. Установка технологического оборудования, благоустройство территории, завершение бассейна. На днях должны подключить отопление, к тому же погода установилась хорошая, панели быстро просохнут. Скоро можно приступить к отделке помещений. Кровлю тоже обещают доделать в ближайшее время. Председателю правительства и главе Минстроя продемонстрировали новые технологии. Словом, все хорошо, проблем особых нет, а если и есть, то решаемые. Возникает только один вопрос, что мешало сделать то же самое год назад. Второй объект, та же фирма, те же вопросы с одной лишь разницей. Если первый детсад к августу может быть достроен, то второй скорее нет, чем да. По графику, сколько работников должно на объекте сидеть? С учетом того, что мы же давно отстали от графики, тут уже за сотню человек должен быть работать. Работает там, ну 41 даже, если посчитали. То есть, соответственно, в два раза меньше, чем необходимо, чтобы нагонять график. То есть, каким образом нагонять собирается подрядная организация? Пока. Каким? Договора с подрядной организацией заключать пока мы не верим. Основная проблема в том, что подрядчики потеряли веру в строительную компанию «Парнас». Боятся работать на субподряде, а у него упор сделан именно на субподряд. Люди боятся, что придут сюда, а расчет не получат. Вот это, считаю, основная причина. Со стороны администрации работа ведется, мы процесс ускоряем, сфинансируем в том числе. К любому детскому садику в республике, и особенно в столице, приковано пристальное внимание. Учитывая ажиотажный спрос, каждое место на счету. На проблемный объект неоднократно приезжали различные комиссии, собирались совещания. Не помогло. К фирме «Парнас» вообще немало нареканий. Оба детских садика и полигон ТБО строятся с большим отставанием от графика. Однако руководство компании считает, что есть куда более важные вещи. Самое сложное был конструктив, мы его сделали. А то, что мы говорим о падении, мы сэкономили бюджет. Это 80 миллионов рублей, понимаете? И никому это не надо. 80 миллионов. Для вас деньги 80 миллионов? Для чего? На том, что мы снизили стоимость объектов. И строим по технологии, не нарушаем ее. Экономия 80 миллионов рублей впечатляет. Но как подсчитать убытки от того, что два детсада год не могут открыться? Родители не получают нормальную зарплату, потому что сидят с детьми дома, либо тратятся на нянек. Воспитатели не могут трудоустроиться. Городской бюджет выплачивает компенсации. А как оценить моральный ущерб? У подрядчика были проблемы. Он выиграл несколько объектов республики. Вот в Кугесе, где вы были сегодня, Чебоксарский объект, полигон Тебова. И везде было достаточно серьезное падение. На мой взгляд, это одна из основных причин. То есть подрядчик везде скидывал более 20%. Это десятки миллионов рублей. Правильно он говорит, там, наверное, около 80 всего есть. Но строить за дешево не получается. Работать быстро, профессионально и дешево не бывает. Поэтому здесь надо выбирать. Он рискнул, взял на себя эти обязательства. Но сегодня не тянет. Такой вот замкнутый круг получается. Вроде удешевить строительство и сэкономить деньги, намерения благие. Но вот только вымастить ими можно дорогу, ведущую со строительного парнаса вниз. Председатель правительства Иван Моторин, под чьим контролем находятся все проблемные объекты и долгострои в республике, видит только один способ решения проблем. Жесткая позиция госзаказчиков. Сегодня почему практически за последние два года нету объектов новых у данной компании? Потому что там, где идет затяжка, там, где идет неисполнение контрактных условий, госзаказчики выходят в суд, предъявляют претензии. Плюс на этапе размещения заказов в последний год мы требуем, чтобы предоставлялась банковская гарантия, страховались риски. И, соответственно, организация уже смотрит и оценивает свои силы с точки зрения, смогут ли они исполнить данные, взятые обязательства в ходе конкурсных процедур в срок. А если они их не смогут, то уже будут риски в целом для их бизнеса. Поэтому их становится меньше на сегодня. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.